Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Хавата Левовод «Обязанности сердца». У нас идет 96 занятие. Находимся с вами в вратах пятые. И называется «Посвящение наших ден». Смысл в том, что все, что мы выполняем как служение Всевышнему, мы должны делать во имя, имени Его. То есть иметь намерение, что мы это делаем в Его имя, а не по каким-то другим причинам. Мы пришли к этому пятому, пятым вратам, которые к главе. Это глава, по-моему, пятая тоже. Не помню, на какой главе мы находимся. Мы уже долго в ней находимся. А смысл... Раздел пятый. Смысл в том, что есть то, что мешает нам. В этой главе она очень просторна. Рабейн Бахе разворачивает нам картину всех возможностей, которые практически могут быть. Как дурное побуждение человека, его ецарара, может помешать человеку не только посвящать свои дела во имя Всевышнего, но и, в принципе, увести его вообще от служения ему. И, как сейчас выясняется на этом занятии, все, что мы с вами разобрали до этого, это было для людей простых, которые особенно не разбираются ни в Торе, ни в мудрости Торы. Для них дурное побуждение все время устраивает какие-то новые ловушки. Каждый раз меняя их, то ли пробуждая сомнения в жизни после смерти, то ли в реальности Творца, то ли Творец не один, их много, то ли вообще он нас не наказывает. Прошли все один за другим все сомнения, которые, обратите внимание, с тех пор до наших дней мало что изменилось. И в конечном итоге, если приходится человеку, видите, приходится человеку все это принять, то тогда ецарара приходит вообще с другой стороны, и на прошлом занятии разобрали, что это самое большое испытание, которое у нас есть, он всего лишь охлаждает наш пыл. Полежи, пройдет, и перенаправляет все наши устремления, в основном на быт, на устройство, комфорт, на прелести этой жизни, этого мира. То есть, все того, что в грядущий мир не приведет. Это мы разобрались с вами в прошлый раз. На этом занятии он сейчас обращает наше внимание уже на других людей. На других. То есть, повторяли уже неоднократно, то самое дурное побуждение, которое вот он называет, это самое ецарара, дурное начало человека, оно зависит от человека. Насколько человек сам развивается, поднимается. Настолько его дурное побуждение точно так же, оно, так сказать, поднимается по своему уровню. При этом оно всегда чуть-чуть больше, чем сам человек. Для того, чтобы его испытывать. Говорит Рабейн Абахи так. Но если человек, сведущий в мудрости Бога и в его торе, видите, тут все точно сказано. То есть, он сведущий в мудрости Бога и в его торе. То есть, не обязательно одно идет с другим. Человек может быть теологом, философом, человеком думающим, но при этом не разбираться в торе. А есть, которые еще и в торе разбирают очень хорошо. Что у них? То дурное побуждение будут стараться нанести ему ущерб, внести порчу в разумение его и дела его, приводя доказательства и доводы с любой стороны, с какой удастся, из логики, из письменной торы или устной. А, вы разбираетесь в торе? Ну, так я вам пошлю испытания самой торы. Вы большой философ, вы человек, думающий, Гогедеот. Мыслитель, вы мыслитель. Ну, так давайте посмотрим в области мысли, и будет вам испытание. Придите, как это работает. Точно, точно в соответствии, где какой талант человек получает. В том месте и должно быть его испытание. Для простых простое испытание. Видите, все, что мы до этого перечисляли, обратите внимание, это простое испытание. А вот сейчас это действительно большое испытание. Так как мы себя не причисляем в основном к сведущим в мудрости Бога и в его торе, но тем не менее нам надо ознакомиться, хотя бы знать в теории, о чем тут речь идет, потому что это, да, и нас касается в конечном итоге. Это где-то там, наверху, великие раввины, великие мудрецы, великие мыслители, но в конечном итоге это же как-то доходит и до нас в конечном итоге, влияет на нас, потому что мы идем за ними. Надо это знать. И будет то самое дурное начало, дурное побуждение приводить изощренные доказательства о подкреплении Советов, яркие, впечатляющие, но в действительности лишенные истины в основах своих достоверностей выводов в них. Но если твой разум будет ясным и постижение стойким против доводов этого злого побуждения, и даруют они тебе умение остерегаться его в ходе дискуссий и борьбы с ним, то увидишь ошибочность его свидетельств и доказательств. Тогда для тебя станет ясна и истинна и откроется глазам твоим верный путь, и спасен будет разум твой от сомнений, не оделатывая от примеси чего-либо недостойного. Но если не достанет тебе разума на все это, то искушение со стороны злого побуждения будет действовать на тебя сильнее. Оно будет чаще одолевать тебя и быстрее овладевать тобой, охватывая как видимую глазу, так и невидимые стороны бытия твоего. И все это потому, что оно дает тебе бой в сфере интеллекта, предлагает тебе изощренные доказательства, удовлетворяющие твой разум. И когда оно соблазнит таким образом твой рассудок, оно отвратит его от тебя и вооружится им же против тебя. По той причине, что ты следуешь за своим рассудком в тех вещах, в которых у тебя есть сомнения и непонятных тебе. И дальше идут ступенью за ступенью, куда... То есть, после первой ступени, как всегда, мы уже говорили, с тверным побуждением практически невозможно бороться. А когда можно? Можно только в самом начале, когда он еще ногу не просунул в дверь. Когда просунул дверь, уже все, уже дело пропащее. А вот в самом начале не дать ему. Есть шанс. Так вот, о чем тут речь идет? Речь идет о очень-очень непростом испытании, которое поджидает каждого из мудрецов. Каждого мыслителя. Каждого мудреца Торы. В чем оно? Казалось бы, вот, все есть перед нами, открыто. Ну, приняли, что есть Бог. Мы принимаем, что Тора наша истина. Казалось бы, вот, все написано. А, все написано. Дальше будем говорить об этом более подробно. Тора, но подавляется воде. Во всех местах. Май, вода. Что есть вода? Как дождь. Вода, дождь. Вода, она обладает способностью влияния на почву таким образом, что из нее начинают произрастать растения. Но вода это делает? Вовсе нет. То, что уже находится в почве, то и произрастет. Единственное, что она способствует этому. Та же самая и Тора. Говорит об этом Гоан из Вильна. Надо знать. Это очень фундаментальная, фундаментальная, как бы, это база понимания очень многому, чего у нас есть. О том, что Тора, она в конечном итоге, она пробудет и разовьет то, что уже в сердце человека находится. Те самые человеческие качества, которые порой бывают даже с детства, которые очень, скажем так, сложны для того, чтобы их преодолеть. Или нет даже попытки это делать. То в конечном итоге Тора может оказать противоположное влияние. Оно наоборот. Еще больше разовьет в нем те плохие качества, которые в нем есть. До такой степени, что эти качества, они станут оказывать влияние на само понимание Торы. И тогда приходит та самая предвзятость, то самое пристрастие, которое искажает ее понимание. И тогда самой Торы уже находится то, что в ней совершенно не находится. То есть, а что там находят? Не желание Бога, а свое. Не то, что Он хотел изложить там, а то, что самому захотелось в этом понять. Эту схему мы уже чертили неоднократно. Тора, Талмуд, устная Тора описывает неоднократно эти случаи, этих испытаний. Испытания, которые посылались постоянно, постоянно, постоянно всех поколений. И речь идет, начиная с поколения выходцев из Египта, ну, кто больше был велик, как Корох, который устроил бунт против машин. Что он был политикой. Политик открыл свою партию, решил захватить власть. Оттуда, кстати, мы можем учить вообще все. Там про образ уже всех-всех-всех политических событий, которые с тех пор и до наших дней. Ничего нового там нет. Там уже там все есть. Корох был большим мудрецом. Не просто мудрецом. Он находился там, на самой вершине практически. На самой вершине. Он был... Те, которые выстраивал сам мешкан завета. И тем не менее, мы видим о том, что он пошел по пути своего дурного побуждения. Он был пророк. Он видел в пророческом даре о том, что из него выходят великие пророки. И тем не менее, его понимание мира было искажено. И с тех пор, есть один за другим, каждый раз появляются неординарные личности. В том смысле, что они наделены колоссальным интеллектом. Высший средний. Который вносит, что называется, свое понимание в этот мир. В принципе, повторяю, самый первородный грех. Мы до сегодняшнего дня находим таких людей, которые после того, как они родились... В принципе, история начинается в этот момент, верно? Если я родился в таком-то году, то история человечества. А что там люди вообще до меня понимали? И вообще, с учетом того, что на улице прогресс, то явно человек сам в тот момент, когда вот он живет, он понимает, там вот наше понимание мира достигло такого-то уровня, смотрите, что там люди раньше понимали, вообще ничего не понимали, вообще все было ошибочно. Мы наконец-то дошли до этого. Мы поняли, он находится на вершине, понимает. Ему тогда кажется, что все прошедшие поколения, естественно, ошибались. А кто единственное не ошибался? Я не ошибаюсь. Я понимаю. Кто понимает? Я понимаю. Самое интересное, что эта история повторяется из поколения в поколение. И таким людям, которые это утверждают, почему-то в голову не приходит, что всего лишь твой внук... Я не говорю сын, но внук уж точно посмотрит на дедушку, примитивный какой-то. У нас и сейчас какое-то определенное понимание, скажем, давайте назовем научное понимание мира. Это как святая корова, попробуйте только вообще слово сказать. Это ясно, очевидно, да, там все обговаривают, очень интеллигентно, все-все правильно, но это концепция мира, на которой все устроено сейчас, современного общества, которое есть. Слово нельзя сказать. Но вы же понимаете, что давайте, так сказать, прикинем, что будет через сто лет. Но не придут новые умы, которые точно так же, как вы, захотят быть умнее вас и правильно сделать. Вот они будут пытаться по вашей же системе, они должны вас опровергнуть. Значит, знания, которые сейчас обладаете, они наверняка будут очень примитивны с точки зрения человека через сто лет. Тем не менее, это не мешает чувствовать себя на вершине познания. Мы говорим о просто людях, которые вокруг нас есть. Жалкая картина. Но тут речь идет у нас о мудрецах Торы. Я не говорю о мыслителях, да, которые философы и так далее. Каждый из них хочет что-то открыть, свое новое, свое видение. Это столько времени, сколько он не живет в жизни Торы. И нет у него Торы. И нет понятия абсолютно. Так он принадлежит себе. Он развивает какое свое личное мировоззрение. Очень легитимно. Человек Торы. Говорит нам Рабейну Бахе. Говорит еще тогда, тогда, много столетий назад. Он говорит, смотрите, вас поджидает большое испытание. Посмотрите на все поколения. Сколько раз было уже в нашей истории, когда великие мудрецы, они были действительно мудрецы Торы. Например, кого можно привести? Привести, я знаю, пример Рабь Йоханнан Коэн Гадоль. 80 лет он был Коэн Гадоль. Он был великий Коэн. И в конце стал сдуки. Приводили уже этот пример. Или Лиша Бенавуя, который описан в Талмуде. Он был, он жил во времена Раби Акива. Он был как Раби Акива. Сказано, четверо вошли в пардес. То самое пардес, сад понимания всей Торы. Они достигли невероятных высот. Невероятных. Только достигнули определенного момента, который интеллект Лиша Бенавуя позволил ему. Но, по-видимому, что-то там внутри, как свидетельствует сам Талмуд, мешало ему понять это правильно. Довериться тому, что есть, и искать ответ на это, а не полагаться на свой разум, полагая, что это неверно. Что получилось? Один из самых великих аппекойрсим, один из главных, так сказать, отступников, которые были у нас, это было в конечном итоге Лиша Бенавуя. Интеллекта хватало вот так вот. И много других примеров. Давайте приведем пример ближе к нашему времени. Катастрофа еврейства в нашем понимании, это была катастрофа, которая началась приблизительно с Мендельсона в Германии. Тогда началась, так называют, эпоха, называя просвещение, называя его, как вы назовете, которая в конечном итоге привела к тому, что мы потеряли, мы потеряли миллионы еврейских душ, которые отошли, торы, соблюдения, и были увлечены. Они соблазнились новым миром. Все изменилось в мире. Они хотели построить коммунизм, другое общество, социално-национализм. Идей было полный. Это был период необыкновенного пробуждения человеческих идей, справедливого устройства общества. Люди шли за этим. Это покупало их. Это было что-то другое поколение. Оно было. Во главе этого стал Мендельсон. Мендельсон не был человеком простым. Не мог просто так повлиять на так много людей. Он был большим мудрецом. Он написал комментарии, тору переписывался, ябец ему переписывался. Он перевел тору на немецкий язык. Вы там не найдете ни намека на фальшь, на то, что дальше произошло. Очень точный перевод. Не так, как есть современные переводчики, которые, так сказать, свои всякие понимания этого мира смотрели, свои комментарии пишут. Нет, так как оно есть. Тогда еще не было вида ничего. Был большим мудрецом. Наверняка на него смотрели, был раввином, раввином большим. Мендельсом был, раф Мендельсом был. И увидишь, что из этого произошло. Я уже не говорю о том, что все его дочери уже, они приняли христианство. Так было все поколения. Почему? Потому что никто не имеет страховку от своего дурного начала. Не каждое из них приходит испытание. Причем это испытание приходит изнутри. Что ты понимаешь? Понимаешь философию? Ну, давай, сейчас я тебе есть философские вопросы, тебе поставлю. А ты что понимаешь? Тору. Ага, посмотри лучше в Тору. Ты там найдешь практически все, что оправдает твои желания. Вы знаете о том, что... Я же не говорю про... Самый яркий пример о том, что больше. А христианство построено на Байбл, на Ветхом Завете, из которого вытаскивают все доказательства оттуда справедливости христианства. Все новые течения, которые вставали когда-либо, начиная от Саддукев и, я знаю, так, Араимы, и вот эти новые какие-то прогрессивные и реформистские все, они все указывали на Тору. Вы что, не видите? Вот тут написано черным по белому. Все прямо из Тори все это выводили. Человеку посылается это. И будешь приводить изощренные доказательства подкрепление своих советов, яркий, впечатляющий, но действительно лишенный истины в основах доверенности выводов их. Пришло поколение, когда началось просвещение, то, что называется, Аскала. Это было время, это был 18 век, это был 19 век. Тогда люди искали уже, как можно избавиться от Бога. это уже не соответствовало духу времени, французской революции, свобода, развитие науки, технические достижения. Уже была возможность понять мир без Бога. Не надо было его для того, чтобы объяснить, как этот мир устроен, как будто от этого зависит, он сотворен или нет. Это было особенное время, и это было огромное испытание для всех. Это было же было испытание не только для простого человека, который слышит, вот, какой-то дедушка говорит, какой-то, знаете, старенький, мир сотворен, есть Бог, приходит молодой, умный, с хорошей риторикой, ученый говорит, да вы что, о чем вы говорите, все это не так, все это, смотрите, эволюция, вот, 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 посмотрите на, пожалуйста, на обезьяну, вот, посмотрите на, и так дальше, мы выстроим вам эллипционное древо, и вы посмотрите, как на самом деле это все произошли, мы из стенки, и потом оказалось, что изрывы, кто мог устоять, не могли устоять, не то, что простые люди, многие большие раввины, имена которых в наше время практически не упоминаются даже, они, 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 они поверили сами в это, им пришлось придумать всякие разные истории, какие-то новые, новые какие-то комментарии, для того, чтобы как-то, как-то совместить, они не захотели то, что пройти, то, что тут написано, в принципе, мы забегаем об этом, дальше будет сказано, что нужно держаться за массоры, даже если мы его, за традицию, и за понимание наших предков, даже если мы ее своей головой до конца не понимаем, сейчас мы до этого, дойдем, поймем это, единственное, что тут от нас требуется на самом первом этапе, это все на первом этапе, обратите внимание, если твой разум будет ясным, постижением стойким против доводов, и дарит они тебе умение остерегаться во в ходе дискуссии, борьбы с ним, ты увидишь ошибочность его свидетельства и доказательства, а разум должен быть ясным, человек должен знать, где его база, он должен прояснить базу, основу основ, когда она прояснена, все остальное уже выстраивается вокруг нее, даже если тебе это до конца не понятно, даже если тебе не ясно до конца. Есть в Талмуде интересный пример. Один из величайших мудрецов Талмуда, Татана, был Раби Мейр. Раби Мейр. Мейр от слова «Аль-Аир», осветил который весь мир. Он был, по-видимому, наделен необыкновенным интеллектом, и рассказывает о нем Талмуд, что когда речь шла на одном из занятий, о понятии тумабы Таара, чистота или нет, и отсутствие ее у шрацим, у определенных этих насекомых, какой-то вопрос касающийся этой темы, то описывается, что он мог привести 150, он привел 150 доказательств, что шерец Тагор, то есть, что это насекомое, или это ползущее, оно на самом деле, которое в Торе написано, что оно не менее, оно на самом деле, оно чистое, и можно ее есть. Слышите? А потом он привел 150 доказательств, что нельзя, а потом снова привел, что можно, то есть, сначала, что нельзя, а потом можно. Было не три раза, было два раза. В конце спросили его ученики, то, если 150, если это, что это, это, это можно, так почему же не можно? В Торе написано. Я головой понимаю, где было бы больше человека, который понимал о том, что есть тут возможность, если начинаешь копаться, то есть, найти оправдание, что называется, что мы переведем вообще в сферу отношения между людьми, оправдать поступок. Но если в Торе написано, что это так, то вообще-то даже вопроса не стоит. Это был Раби Мейер. А лишь обе-навуя, по-видимому, в такой бы ситуации, ну, если 150, есть доводов, как, видите, это как кошерное, как чистое, то, по-видимому, так оно и есть. А во Торе, ну, по-видимому, то ли переписали неправильно, то ли кто-то ошибся, то ли что-то, ну, что-то произошло по дороге. Вообще, тут сказано, и дорога, умение остерегаться в ходе дискуссии борьбы с ним. Дискуссия должна быть только со своими церами. Надо с ним бороться, с ним, с самого начала, простыми методами, самыми простыми. А вот с другими людьми не надо вступать в дискуссии. Тоже неоднократно это спрашивают, а вот смотрите, меня спросили такой вопрос, а ему ответил так, смотрит, что вы делаете? Вы в этом разбираетесь? Ну, смотрите, ну, я слышал лекцию. Ну, это недостаточно, чтобы услышать лекцию, чтобы начать отвечать человеку, который, он вас, знаете, как в яму затянет слово за словом. Вы сами упадете в яму, которую себе вырыли. У нас сказано, знай, что отвечать негоднику, опекурию. Знай, что отвечать, не верующий, отступнику, да, знай, что отвечать. Не сказано, отвечай. Что тебя просил отвечать? Для себя. Вот оно же и написано, тут и написано, надо дискуссия борьба с ним, с кем ним, со своим дурным началом. Надо для себя знать, потому что все вопросы, которые есть в мире, которые пробуждают я царара, они все легитимны. Абсолютно все. Нелегитимны есть ответы. А вопросов нету. Вопросы, пожалуйста, все есть. Пробудилось, значит, нет, давай себе ответить. Нечего, конечно, нужно. Но это самим собой. Проясни для себя. Начать убеждать других, это не, именно у нас не сказано, надо обещать других. Я знаю, там, давать занятия, чтобы это существовало в мире, пожалуйста, вступать в дискуссию, это совершенно бесполезно. Совершенно бесполезно. Почему? Потому что человек не ищет истину для того, чтобы из этой дискуссии выйти с каким-то результатом. А хочет, что называется, врезать другому, так сказать, победить. И вообще совершенно другие мотивы движут. Не прояснение какой-то истины. Поэтому все, кто пытается там кого-то, иногда мне звонят, вы можете с человеком поговорить по телефону, да, вот поговорите с ними, вы имеете в виду, сказать, прямо врежьте, прямо-то сказать, есть Бог, закрыл телефон, и все, а тебе-то тут... Причем тут это вообще не стыкуется ни с чем. Человек не хочет в это. Никакой связи ни к логике, ни интеллекту не имеет. Люди... В наше время вообще понятия истины отсутствуют, вообще она исчезла. Люди любят поговорить, пообщаться, интеллектуально. Знаете, вот вы расскажите вашу позицию, да, закончили, теперь я вам расскажу свою позицию. Это в лучшем случае, и даже этого не ищут. Это дадут вам два слова сказать, чтобы сказать, а теперь я тебе скажу, и как вот это... Это просто было маленькое отступление. Мы не должны вообще вязываться ни в какие споры, никакие... Никто не надо, никто нас не уполномочил, ни на нас эта колоссальная работа кого-то убеждать. Вовсе нет. Пока человек сам не дойдет, пока его сверху кто-то не пробудет, надо знать, что ничего человек... Человек может смотреть прямо, видеть белое, и говорит, это же черное, вы что, не видите? На черное, говорить белое, ему ничего не мешает. Есть понятие интеллектуальная слепота, говорили они когда-то, она ничего... Человек может быть очень развитый, он развитый, и он будет 100% уверен в своей правоте. В 100%, в неприблизительно, 100% уверен в своей правоте. Что делать? Это и есть та слепота, которая порождается этим пристрастием придятостью человека и дурного началось ну как он говорит можно 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 победить как можно победить его изначально не принимая всего этого но если не достанет тебе разума на все это то есть приостановить это все и самого начала вступать в спорно только с самим собой а вступить в сссс с но если не достанет тебе разума на все это то искушение со стороны злого побуждения будет действовать на тебя сильнее она будет чаще одолевать тебя и быстрее овладевать тобой охватывая как видимые глазу так и невидимые стороны бытия твоего постепенно захватывает все все пространство внутри души и все это потому что она дает тебе бой в сфере интеллекта предлагает тебе изощренные доказательства удовлетворяющие твой разум слышите это не глупости какие-то человек обладающий интеллектом скажите ему всякие разные глупости приведите разные не 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 доводы которые до конца не проверенные которые до конца не завершенные отвергнут это сразу люди разумные и тут и находится и эти изощренные доказательства удовлетворяющий твой разум акцент на удовлетворяющий твой разум почему потому что они покажутся твоему разуму очень удовлетворительными покажутся очень логичными это колоссальное испытание представьте себе да мы лечу вам и да 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 мы люди пришли из мира где мы познакомились с лучшими образцами литературы и философии науки знаю так далее это сказать может быть нас в меньше чуть писатель человека который родился я никогда никогда не открывал никогда не видел ничего не видно ничего не слышал тара 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 тата который сам встретил человека парня я помню что он 20 лет назад сердце до сих пор были мамаши с такой семьи раввинской видно по одежде уж тогда я понимал что только по одежде он уже куда-то отошел от всего этого да я с ним учился не он со мной учился прошу проще со мной учился и как там и знать на разговаривать разговорились после того как и он как между прочим сказал что он читал и так сейчас по набокова перевели по видимо на еврей надо было видеть его глаза как они горели как он был найти в восхищен стилем и и мыслями и всего прочего сказать я в голове подумал хорошо ты не читал еще целую пляду писателей которые были крайне и мудрыми и крайне талантливы и которые умели писать захватывать душу полностью кто 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 читал действительно лучшие примеры литературы и каждый из вас это читал это да 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 вот чехова не надо даже даже плеяда русскоязычных писателей они были людьми мудрыми они были очень проницательными они писали очень мудрые вещи до сегодняшнего дня кто человек без тора да просто так более глубокий человек он насладиться многие из них они прочтут это будет очень удовлетворять их рассудок обратите внимание это литература это а что говорить о философии сколько людей попала в ловушку философии из которой в выхода нету из нее почему потому что там принцип с аффект все в сомнении любом случае в конце все останется в сомнении и нет никакого решения ту или иную сторону но зато как это красиво как все говорят сколько людей попало смотрите столько время сколько есть какие-то там вы читает гегеля да вообще ничего не можно понять по видимо он сам не понимал что он писал это лично мое мнение все могут оспаривать но откройте канта сколько знаю людей которые которые прочитав его книги они были настолько поражены глубиной настолько были потрясены это вообще было для них какой-то новый мир который они они не подозревали что существует но когда с ним познакомились это их просто захватило всю их разу и когда она соблазнит таким образом твой рассудок пить она отвратит его от тебя и вооружиться им тем же против тебя по той причине что ты следуешь за своим рассудком в тех вещах которые у тебя есть сомнения непонятных тебе мир устроен очень очень многообразно каждый из философов он приобрел имя свое достиг величия своего на базе раскрытия какой-то истинной картины мира нет такого если все там ложь вообще забывает его может там какое-то время там существовать потом исчезнет сцены истории если он продолжает существовать точно что-то открыт точно что-то открыт но только он открыл что-то кроме этого что-то где действительно там его было открытие он еще выражал свое мнение еще по поводу тысячи и одной детали этого мира они все тоже истины поверив одному и захватив свой разум этим сказать удовлетворением этих изощренных доказательств нет и сказать пошел и вообще по всей за 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 полностью за за всеми всеми его мыслями а это не всегда как правило не всегда бывая они бывали верным и обратите внимание сразу на его оппонентов то есть как только мы увлекаемся какой-то одной книгой у нас не всегда хватает то ли смелости то ли возможности или только даже в голову приходится кисточку а кто его оспаривает давайте посмотрим что люди другие сказали тоже есть много умных людей да иногда вдруг вырисовывается совершенно другая картина человеку которого недостаточно как дальше будет говорить силы разума полагаться с одной стороны на свой разум а с другой стороны не полагаться на него знать где есть этот стержень за который мы держимся а за которым не надо держать то это 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 он может просто улететь он может быть как тут и сказано и просто быть соблазненным до глубины своей души огромное количество примеров есть что ты следуешь своим рассудка в тех вещах которых у тебя есть сомнения непонятных тебе ведь большинство большинство что пишет тот же канты и другие философы человек простой читать человек интеллектуальный мнение не просто он не понимаешь чтобы не пони он частично понимает частично не понимает у нас вообще такая привычка создалась даже частичное понимание тоже хорошо чувствуется какое-то причастие к этому что-то что-то тоже хорошо а вот докапываться все до конца обладать критическим разумом которым просто разносит все в подряд который был у наших мудрецов которые ничего не принимали не было более критичных людей чьи в риски мудрецы откройте талмуд увидите нет никаких авторитет нет ничего там любой вопрос который чуть-чуть чуть-чуть искривление логики это было моментально критика моментальное нападение моментально ничего все пропускалось через критик через 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 это логики со всех сторон со всех кто посмотрите любой вопрос любое выражение самих мудрецов мнение по противоречия суда противоречия суда нет так не может быть а это истер а и час со всех сторон как 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 проверить это чтобы это было истинно отбился ну тогда могут приметь нет не часть тор не частью давайте продолжим дальше и когда злое побуждение одолеет тебя и владеет тобой посредством твоего же разума слышите вот только ждет этого он одолеет тебя посредством твоего же разума ты сам соблазнившись это ты сам просто удовлетворившись этими изощренными доказательствами ты просто сам создал своим разумом себе эту самую ловушку естественно под руководством этого дурного начала в которые сами упал может быть еще раз она секундочку давайте этот это жука мы все приведем привяжем к актуале в наше время не только в наше время уже последние сто сто пятьдесят лет все неверие которые смири да она базируется на атеизме атеизм он ему удалось поставить полное тождество с наукой наука что вы хотите кто-то с ней спорь химия физика математика причем тут синус косинус тара это одно это что-то другое то есть разных областей нет никаких точек пересечения где оказалась проблема проблема о том что эти люди которые обладают этим большим эго которые они и захотели и понять и то что находится в той области которая раньше принадлежала только то ли теологом то ли философ и философ называется начало а что там самом начале две области в это есть одна называется космология или точнее космогония это попытка понять какова причина этого мира а другая это вопрос связано с жизнью какова причина наши откуда появилась жизнь тоже вещь которая стала людей интересовать и как вы знаете к соответствующие есть соответствующие модели космологические откуда появился мир а с другой стороны появилась теория эволюции которая объясняет появление жизни точнее и она объясняет только развитию а появление жизни это биогеонез называется другая область чуть-чуть которые не связаны посредственно с эволюции но сейчас все это очень как-то рассматривается больше как единый цель когда это появилось это было естественно как разорвавшийся бомба которая повлияла на души людей которые не знали что с этим делать и так далее прошло время все изменилось я той теории практически мало что осталось но сама идея осталась и она обросла гораздо более фундаментальными исследованиями которые гораздо яснее и точнее понимаете дошли до такой степени что вот недавно звонит человек сколько недавно несколько лет назад когда это произошло и говорит смотрите я у меня пошатнулись все все основы веры что такое что случилось что не знаете сейчас обнаружили о том что строение днк у человека и обезьяны руку танка она на 98 процентов то же самое в оборок сразу таска все ясно вторую сразу вы в яму там видите сразу ну если это а это было тут же опубликовано мне они следуют за запресса но по видим это было сказать раструбили это во всех местах как вот ученые доказали отсутствие бога вообще доказали свое происхождение от обезьяны и простой человек он действительно полагается на свой рассудок и он естественно доверяет этим исследованиям им действительно надо доверять почему потому что ученые могут ошибиться там в одну один ученый в лаборатории проделал опыт и хотел публиковать он мог что-то там все но наука эта вещь которая открыта всем и она должна быть повторяема то есть и другие группы ученых должны повторить то же самое есть споры действительно 98 и 2 процента 97 и 6 процентов но факт тому о том что действительно строение днк человека и вот этого примата человекообразного обезьяна и арганта она практически одинаково вот это и есть вопрос так ну и что ну и что я в ему теперь естественно что человек который полагается за разум что он полагает свой рассудок он соблазнившись этим это удовлетворяет его разумом сказать но это факт да факт на хон верно теперь давайте вот его а что какое вы будем за этого делать он делает вы видите доказали эволюцию верно эволюции они а 9 действительно эволюция доказанная вообще многими другими свидетельствами а это только добавляется к в но только в одном при единственном условии что уже сам факт эволюции принят как предварительный факт давайте сделаем посылку что было эволюции и тогда увидим что все получается очень но это все при условии что нет альтернативного объяснения теперь вы заранее говорить о том что эти мы исключаем вообще возможность рассмотрения скажем модели творения найти почему потому что там есть что-то такое что ученые не могут проверить из пол какой-то творец не взвесить не не рассмотреть не мы минимум ну значит его нет то есть если нет никакой научной программы исследования бога ну значит понят то есть как будто его существование либо отсутствие зависит от того ученые могут его проверить не могут проверить каждый память это образ мышления который вы находите сейчас поэтому просто этот не рассматривается потому что это не не в области науки который можно а если не можно проверить его речи не об этом говорить значит это изначально исключено и тогда остается что одно единственное так как база всех исследований является материализм то 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 и исключение полностью идеализма то есть возможности вообще при существования духовности динста возможность которая есть в мире нет ни другое возможно что это как-то случайно образовалась осталось только раскусить разгадать ту самую невероятную головоломку которые атеисты создали сами себе так как это все случайно она теперь случайностью объяснить каким образом эта жизнь ведь из ничего из взрыва ведь им образовали все мы когда-то как грохнула взорвалась хорошо видите мы сидим тебя на только объяснить анонсиш называется подходящую модель и вот его находит каждый раз находятся новые новые возможности так объяснить и так объяснить так объяснится вкладываются такие средства и вот вы дошли до этих средств дошли до своих исследований для того что вот видите вот строение генетическое у человека и обезьян доказывает эволюцию ну во первых сказать просто для просто просто для для того чтобы у нас было искать подятное настроение вы знаете о том что в торе сказано не в торе а в устной торе сказано о том что обезьяна произошла вообще от человека не наоборот то есть тех это образно и надо понимать что за этим кроется за этими дуршом а сказано в адора полага тогда когда строили эту башню который там есть мидраж который говорит что боком всех людей разогнал да и на несколько групп и одна из групп он превратил в обезьян ну может быть это как раз были те руки танки но это для того чтобы так как мы искать не имеем никакой снова научной базы этих утверждений мы не будем но на самом деле если просмотреть все чуть-чуть глубже я уже забегая вперед не знаю если мы успеваем да я просто чтобы продемонстрировать это 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 на 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 этом примере и на самом деле на самом деле если рассматривая две эти модели то тот факт что есть такая близость строение генетического человека и у обезьяны она наоборот она необъяснимо с точки зрения эволюции 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 и наоборот очень хорошо объяснимо с точки зрения творения как раз наоборот разница между человеком и между обезьяны она по-видимому всем наглядная человек обладает абстрактным мышлением обладает членораздельной речью и обладает свободой выбора которой нету у обезьян естественно что принимается все попытки невероятные усилия и и и средства для того чтобы убедить всех о том что нет обезьяна она и умная она может тонну и действительно стали тренировать обезьяны и самые разные строю возможности сказать проверки их них интеллектуальных способностей возможности говорить конечном итоге были примеры обезьян которые показывали определенный уровень интеллектуального своего понимания событий которые есть даже научили какие-то слова какие-то произносить которые были объяснены обезьяна осталась обезьяной ничего нового она не изобрела это ничего нового не по видимо не не задатки они есть это это я не считали что это признак доказательства эволюции в то время с точки зрения которые все наоборот то есть наоборот это точно соответствует тому что у нас написано первый человек был сотворен как обезьяна насканка гойлим нет разницы особенно все что есть днем что у нас есть то есть то что касается вот этого называют это тех как технический как мы устроены физиологии она гойлин голем это истукан или как а что-то типа болванка да это это то есть без без того основного что без то что называется цели мелоки без образа и подобия бога существо пожалуйста нет разницы то есть это вторая скану нет разница между человек если он его вот перестать если он например не выращивать его как человека таких и таких случаях сожалению в истории были это дети маугли они никогда не возвратились быть людьми они превратились в обезьян человек изначально он обезьян только творец когда сотворил первого человека так описано второе он в эту обезьяну добавил еще вот эти человеческие свойства не человек прошу прощения наоборот свойства самого бога которые которые и сделали его человеком поэтому и написано о том что человек сотворен по образу и подобию что значит по образу и подобию если он тело а мы знаем что он бетелесный почему-то образ подобия образа подобия состоит в том в умении того что в мире само по себе не может существовать в мире молекулы я не знаю энергии или на элементарных частиц разум разум не может существовать это только часть творца духовная часть а отсюда возможность члена на раздельной речи как был сотворен мир подобие этого и человек творит все время и подобное этому как творец он имеет свободы выбора обладая так и человек обладать своего выбора и ничто другое кроме человека не имеет этой возможности свободы выбора обладать совершенно другой поэтому с точки зрения то если мы начинаем наоборот держимся за туру и только посредством того что мы когда держимся начинаем понимать еще раз еще раз еще раз мы видим что факт который вас может полностью соблазнить который может быть полностью удовольствие убедить который действительно кажется очень убедительным на самом деле он с точки зрения наоборот все доказывает наоборот то что сейчас раскрыли это подобие генетическое наоборот больше всего доказывает что авторе написано более того просто что просто это прояснить не наша тема жалко время занимается снова я ссылаю всех на книгу которая сейчас готовится к изданию называется и и реальность и иллюзия где это там описывается более подробно есть как сказано в торе о том что та часть которая называется целями лукием та часть которая делает человека человеком она не часть днк она там не должна проявляться теперь с этой точки зрения тот факт что у нас разница между в один с половиной процентов с этим рагутангом это наоборот очень хорошо отлично это наоборот это доказывает о том что мы действительно телесно отличаемся от них значит должно быть какое-то выражение этого и в коде днк да у них нет у обезьяны нету бороды почему-то да у них есть волосяной покров а мы влечены этого и есть еще много других различий которые очень явно видны и должно быть какой то естественно разница согласно этому в и в коде днк а во всем остальном по сути своей то же самое строение это всего лишь примеры отдельные для того чтобы понять как разум может увести человека как может соблазнить его и как может привести ему к обратному в понимании что есть тур давайте только продолжим очень важно нам сказать хочу завершить эту определенную часть и когда злое побуждение долей тебя не владеет тобой посредством твоего же разума вводя его в заблуждение и предоставляем ложь как истину путем изощренных доказательств вот она ведь и вот он вот вот примеры которыми привели или таки пример а волосы космологии все что касается этих мульти универсия касается слышали наверняка о том что есть не кто-то говорил что это говорит что параллельные вселенные да вы что нет фильма чтобы там это не использовались люди приходят хайзарим каких этих инопланетяне пришельцы они там выпрыгивают из других пространств на нас приходят воевать на нас они сейчас это реально люди смотрят они уверены сто процентов существования какие-то параллельных миров это все уже доказано это все ясно но к нам доказала какой доказала что ученых действительно это формулы показывает о том что это возможно это действительно не будем войти это очень интересная тема сама по себе что это действительно возможно с точки зрения даже тоже что возможно не обязательно материальный мир это могут духовный мир их могут много но большинство ученых с этим не согласны почему потому что верно недоказуемая гипотеза невозможно доказать не обнаружен хотя бы один другая вселенная уже не говорю все остальные миллиарды которых они говорят и еще много других причин которые поэтому считает ее так как она принципиально недоказуемо да и невозможно эмпирически подтвердить это как философская идея очень красиво и в основном напитает фантастов и дает возможность ведь им для 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 многих фильмов которые развлекают людей чтобы они не умерли от скуки или от бессмысленности жизни снова и когда злое побуждение долей тебя владеет тобой посредством твоего же разума вводя его в заблуждение представляем у ложка к истину путем изощренной доказательств она столкнет тебя с той ступени на которой ты прибивал ранее со ступени которая была близка к истине а ложь была на ней скрыто от тебя на более низкую где меньше истины больше лжи это не сразу упадешь услышал еще раз еще одно сообщение по поводу и знаю новых новых открытий в области днк хромозома врачи или еще какой-то а то не упал ты ходишь человек религиозных ходишь даже в в койле учить штору да но только ты уже не на том уровне все по-другому и она не остановится на этом не заведя тебя от ступени на ступени все ниже и ниже пока не окажется на той на которой истина скрыта ибо царствует там чистая ложь и увидел и таких людей которые тоже все начало с чего-то какого-то простого сомнения потом еще 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 потом вы их видите так сказать идут в маечке и в вот спортивном костюме тогда она изведете без этого мира сбросить тебя со ступеней доставающих воздаяния в мир будущем и будет тебе твоя предмудрость во зло и ум твой причина гибели твоего сам человек сам породит тебе все свои проблемы как уже до этого сказали люди у мудрые как горы от ума ведь мудрость если поведут ее по пути и и будет лекарством всякой болезни а когда сведут ее стропы и и станет не дугом всеобщим которому нет ни исцеления не лечению и поэтому тору сравнивают с огнем как сказано ведь слово моё подобно огню так далее так далее так далее приводится все и и мы дальше сказали что раньше сказали что тарана уподобляется и и и воде как тут ведь мудрость если поведут ее путями и и будет лекарством всякой болезни мудрость может вылечить человека повести по прямому пути но та же самая мудрость может что она привести наоборот сведет стропы и и станет недугом всеобщим и то и другое это и другое может быть мудрость можно победить в эту сторону можно повиси в эту сторону и мы видим и и которых искать людей которые которые используют свой разум для того чтобы бороться с богами те которые для того чтобы идти за ним уже говорится что но тем не менее кто пойдет по пути прямому он будет таро окажется в его руках как огонь который выживет вот это желание этого своего детсера своего детсера как это делается кстати говоря этот очень важно знать это в первую очередь за изучение талмуда все люди которые пошли вправо-влево по крайней мере из современников которые можно сказать видите наблюдать это люди которые то ли не учили талмуд простите внимание все как один не буду говорить имена которые уже явно те которые может быть и там могут открыть что-то понять это называется все рожь акум кривая голова там не не нет прям а а а а а а талмуд он весь он он занимается вещами абстрактными идеальными там вообще написано ситуации которые большинство из них нереальны мы изучаем что то что там которое в нашей жизни вообще кажется уже вообще неуместного и многие спрашивают смотрите чем этом к это к это бык забодал корову там и знает надо прыгнула кота вечка через это все абстрактные понятия которые надо понимать как их как что кроется за речь там все построено на чистой логике кто это понимает тот понимает и кто не понимает тут не понимает что делать но если мы говорим о том что что есть чтобы она что-то рабыла как огонь это тот кто изучает тору прямо она становится огнем она выжигает все это это кривизну это кривизну мышление которое может увести его в другое место поэтому стерегайся чтобы не сошли твои ноги с дороги отцов и стропы прежних поколений вы трассину фантазий ой как тут каждое слово на повторять берегись не полагайся на свой ум замыкаясь себе затворяясь в кругу своих суждений не сомневайся в наследие твоих отцов что верно что веря на тебе для твоего же блага не отвергая их по учению которыми они наставляли тебя ибо нет суждения или совета явившихся тебе в твоем уме в которых не определили бы не опередили бы тебя отцы и не предвидели всего что принесут тебе те советы благо или зло вай 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 думаю что я успеваю всю эту тему раскрыть принципе это это основное это сказать это основная мысль которая тут есть давайте все-таки добавим еще несколько минут надо ее раскрыть невозможность что прежде явиться уму твоему полезна сторона твоих идеи но при этом сокроется тебя ущерб которые произведут они последующее время ты же недостаточно обдумал видишь лишь верные стороны и их не замечая ошибки пути грядущих смысл тут он очень очень важный для нас он современ человек в не всяком сомнении у него нет другой возможности как полагаться на свой раз тут сказано не полагайся на свой раз так надо полагаться или не на полагаться перескакивая просто чтобы было ясно и понятно человек должен есть одна тема которая должна его волновать одно единственный вопрос вообще есть мире один единственный есть бог нет бога за нет других вопросов все остальное это следствие когда человек прояснил для себя этот вопрос то все остальное это уже как бы само собой разумеющийся и тогда если нету то все открыто вы понимаете что такое открыто возьмите книгу по философии и вы увидите сколько было людей сколько было мыслей сколько было течение все были мудры все были интересные все были а смотрите сколько это все вокруг вокруг учимся это сказал так это сказал так и заказал есть бог все остальное оно как бы следствие этого она должна исходить из этого понимать поэтому когда мы говорим на том что не полагайся полагайся на свое с одной стороны полагайся на свой разум что имеется ввиду полагайся на свой ран для того чтобы понять разобраться что есть в мире и что что мир сотворен что этот мир который есть вокруг он не может быть произошедшие из какого-то взрыва или с каким-то путем случайных стечений обстоятельств для этого нужен разум естественно что и в этом можно ошибиться это тоже отдельно мы уже в это обсуждали после того предположим что мы в этом убедились отсюда и дальше как тут сказано не полагайся на своем почему имеется ввиду не полагать своем тогда когда доходишь до утверждения наших мудрецов для того что написано почему потому что начнешь понимать согласно своего понимания сколько средств людей которые тору понимает вот точно согласно их образу мышления ученый он все смотрит с точки зрения вот как то вписывается в как-то вписывается в материалистическое понимание научных исследований понимаете понимать как результат может получиться из этого у него сразу это не стыкуются с этим не стыкуются с этим не от этой то есть у него есть уже рассказать уже точно знать что правильно а потом значит все таро нужно рассматриваться с точки зрения того как это вообще вкладывается в вот его понимание какой-то вот того что он понимал уже до этого и другие люди соответственно тоже со своим пониманием туда стараются понять берегись не полагайся на свой ум замыкая в себе такие люди еще отыскать прочли не глупость сколько глупость и вообще не хотят даже никого спрашивать им ясно очевидно о том что тут написано глупость зубназида медраж какой-то да откройте медража на по видим и самое самое большое для с моей точки зрения когда перевели медраж есть коми драж рассказывает и другие на русский язык давай что она делали почему люди начнут понимать это как были иные как 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 сказки какие-то а человек придет критичным умом посмотрим что за глупость я думал тура там то-то а смотри что написано глупость сказки какие-то вообще не не это не в природе такого не может быть и не понимаешь о том что все эти мидршим это аллегория и надо понимать что за ней кроется понимать сказать что 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 вообще имеется в виду и он запкнувшись на себя затворяясь в кругу своих суждений отбрасывает это об этом речь идет не полагайся на свою а какой единственная выход из этого не сомневайся в наследие твоих отцов что вверено тебе для твоего же блага не отвергая их поучения которые наставляли тебя ибо нет суждения или совета явившийся тебе в твоем уме которых не опередили бы тебя ци не предвидели всего что принесу тебе советы блага ли зло человек думает о том что он первый открыл что-то все время кто-то приходит с какими-то новыми идеями говорит послушайте нет мире сказано же нет ничего нового сказал этот самый самый-самый-самый мудрый человек в мире нету нового в мире вы пришли у вас какого-то нового к это это уже мудрецы спрашивали самих себя они же искали истины их ничего другого не волновало поэтому если действительно существует какая-то проблема существует какое то несоответствие какая-то какая-то не стыковка противоречия они сами себя все это уже давно спросили. Нет ничего, что пробуждается сейчас. Я не слышал никогда за все время одного вопроса, который, нового, который, вау, этого никогда не слышал, или этого в наших книгах сами мудрецы себя не спрашивали. Если это только достойно, а не какой-то глупый совершенно вопрос. Полагаться на них нужно. У нас сказано о том, что все сьягле тора, а, 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 сьягле тора, а вот массоры сьягле тора, это повеление, которое еще надо сделать ограду, надо знать о том, что то, что в торе написано, мы не понимаем, мы сейчас не понимаем. Сколько из людей, вы неоднократно слышите, человек там, Равин говорит, ой, 20 лет, да, 20 лет мне было сложно в этом месте. То есть он не сказал 20 лет назад, я тут не понимаю, неверно. Он понял о том, что он это не понимает. Все наши мудрецы были мудрецами, потому что они не обладали величайшим интеллектом, это не это было их, может быть, это они, естественно, были очень развитые люди, но их основной признак был цниют, они были люди скромные, они были люди смиренные, они принимали, они принимали, они могли свое мнение отменить и сказать, не понимаю, не понимаю, даже по отношению к предыдущим поколениям. То был великий мудрец, и мыслитель, и интеллектуал, назовем его нашими словами, Рабики Вегер. Он пишет в своих книгах о том, что он оспаривает тософот, то есть поколение решенным, которые жили за несколько столетий до него, и при этом он не пишет о том, что они не правы, он пишет о том, что, к сожалению, не смог понять, что они имели в виду. Требуется снова все пересмотреть. Так он пишет. Это путь истинных мудрецов. И возможно, что прежде явиться уму твоему, полезная сторона твоих идеи, но при этом скроется от тебя ущерб, который произойдет они. Все уже просчитано. То есть, если сказали мудрецы, что это не так, значит, это не так. Надо принимать это. Ай, я понимаю, что это не так. Все, ты не понимаешь. Подожди еще чуть-чуть, еще углубись, еще пойми. И увидишь, что мудрецы предыдущих поколений, они уже брали в расчет то зло, которое может из этого выйти. А ты еще это не увидел. Или еще много других примеров. Я закончу только одним примером. Просто из жизни, из жизни не наше поколение. Гаон из Вильна. Да, Вилинский Гаон. Кто был как он? Его вообще сравнивают с поколением Решуны. Поколения, которые были на столетие до него. И было в его силе, так как он знал всю Тору, вся Тора была открыта, полностью открыта перед ним. И устанавливать законы, которые даже оспаривают мнением Решуны. И вот есть один из законов, традиций, который был установлен в Европе у Ашкеназим, не у Сварадим, о том, что в Европе нету беркат-куаним. Да, куаним. Говорят, браху, благословляет весь Кааль. Нету, только по праздникам. Это традиция. Теперь он по своему пониманию, по своему пониманию, он решил, что нет, можно каждую субботу, как тут в Арцисраэль, как принято у Сварадим, о том, что нет, каждую субботу Кааним могут леварехи, не только субботу, а могут каждый день леварехи, сказать благословение всему, всему, всему. Как только он это принял ле-майсе, то есть, когда он сказал в своей синагоге о том, что Кааним в этот день придут и благословляют всех, в этот же день кто-то подал на него этот самый Эльшин. Донос. На него был, что он какой-то, какой-то шпион, его, его. На следующий день он заболел. Он сказал, снова, не, надо сказать, снова, заболел. На третий день снова что произошло? Когда это произошло три раза, он сказал, говорят, что на мной из небес, говорят, что то, что установили предыдущее поколение, даже я понимаю это. И кто был больше, чем в Виленских Гаон, понимать это, что есть основа, да, вернуть как бы это благословение Кааним каждый день в утренней молитве, если так, они постановили, значит, есть что-то, что я не понимаю, отменил это, принял. Это путь, который есть. Это то, что он говорит, не полагайся на свой равный, не полагайся на свой ум, замыкаешь в себе, затворяешь в кругу своих суждений, не сомнимайся в наследовании твоих отцов, они уже все проверили, все это. А отсюда и все те, которые умники, которые в нашем поколении живут, которые придумывают всякий прогрессивный иудаизм, что только нету, что только нету, людей, которые считают, что они умнее предыдущих поколений, которые находят каких-то, знаете, осмах, на что опираться, мнение какое-то 2000 лет назад одного человека, который давно уже, так сказать, не принимает, или еще кого-то, она всегда, рамбома всегда указывает, вот рамбу так, так сказать, а прочти дальше, а смотрите, кто его оспаривает и так далее. Нет, вот он-то сказал, все, они уже, так сказать, приняли, что нет, мы идем туда, мы делаем это, уже надо, один, который придумал, что он посек только согласно геоним, для него уже решен им никто, третий хочет вообще, так сказать, подогнать все, чтобы, например, там, если есть, то раз, сейчас, надо с философией, давайте философию приладим к Торе, а если есть, я знаю, национал-социализм, то давайте сделаем из этого сионизма, если мы, если искусство, давайте прилепим искусство, надо вообще подогнать Тору под развитие мира и так далее, должно быть все прогрессивно, все находится, оправдание, все находится, сухимис Торой, все, основу, все, все, все находится. С тех пор до наших дней ничего не изменилось, обратите внимание, книга написана много, 800-900 лет назад, все, что было тогда, то есть сегодня, тогда не было ни, ни эволюции, ничего, обратите все те же самые вопросы, даже без той научной базы пробуждались тогда, они пробуждаются сегодня, значит проблема совершенно не в этой научной базе, а в душе человека. Накончим все, всего доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Продолжение следует...